Ассаламу алейкум. Алейкум ассаламу амад. Как твои дела? Отлично. Ахамдуллах. Аллах ашкур. Первый вопрос. У меня будет такого характера. Может быть, будет не совсем приятным. Но я должен его задать. После крайнего поражения в гампри, многие считали здесь со счетов. Могут ли ответить этим хейтерам что-нибудь такое, чтобы заделать заживое? Всем ассаламу алейкум. Те, кто в нас не верят, пусть смотрят, наблюдают. Мы еще вернемся. Мы свое заберем. Мы не останавливаемся на засигнутом. Что было поражением, пусть это будет для меня уроком. Мы сделали выводы. Мы над этим работаем. Вернемся еще сильнее. На твой взгляд, уровень киргизских бойцов за последние 2-3 года, по-моему, мне лично очень сильно вырос. Твое мнение? В Киргизии всегда славились так же, как и наши казахские бойцы. До конца дерутся. Характерные. Цельностремленные. Сейчас можно даже посмотреть, что они в данный момент завоевали уже 3 пояса. NFC, Gorilla и недавно только Open NFC. Идут хорошо. Наши тоже не остаются. Наши UFC делятся хорошо. Я думаю, что года 2-3 назад киргизских бойцов, казахстанских бойцов практически не чувствовали. А сейчас они создают конкуренцию. И в бою со своим последним соперником я это мог почувствовать. Пару комментариев по этому поводу. Пусть будет конкуренция, это лучше. Будут в России как и их бойцы, так и наши бойцы. В том уровне будем чисто спортивный интерес, если так. Это хорошо. Понимаю, что опять же неприятный вопрос. Как проходила адаптация после поражения? О чем думал, пересматривали бой? Что говорил Дархан тренер? Что ты сам думал в эти моменты? Могу бы сказать внутренние ощущения? Внутренние. Есть сожаление, конечно. То, что мы шли за поясом. Чуть не получилось. В связи с травмой, можно так сказать. Ну, сделали выводы, да, сейчас над этим работаем. Как обычно, в ММА сейчас могу явно сказать, перебить никто не может в ударке. Сейчас борьба хромает, над этим работаем. Выведем борьбу, Аллах Аллах Сау, на новый уровень. В следующих боях покажу свой новый уровень в борьбе. Несмотря на возраст, 33-32 года. 32 года, типа, сейчас. То есть мысли закончить карьеру никаких вообще не возникает? Мысли закончить карьеру я только начал. Я только 5-5 лет. Будем выжимать максимум. Газ в пол. Сколько получится, столько получится. Самое главное. Вы привезли команду неплохую. Ты помогал готовиться этим ребятам. Что можешь сказать о ребятах, которые вы привезли? Сильные, слабые стороны. Чем ты лично помог им, как ты считаешь? Ну, пацаны, как всегда, смотрят мои бои. Вдохновляются, стремятся. Пусть будет у них минимум характера, как у меня. На все воля Аллаха. Мы сделали все возможные аспекты. И в борьбе, и в ударке. Думаю, наши пацаны готовы на 100%. Они завтра проявят себя, покажут хорошие бои. Ну, в любом случае, люди смотрят ММИ из-за зрелища. Зрелище будет завтра. Наша команда по-любому покажет зрелище. Твое личное мнение о таких промоушенах, как «Ахтагон», «НФС», не о самой организации, а именно о том, что казахские бойцы встречаются между собой. Как на это смотришь? То есть твое личное отношение? Если казах с казахом встречаются на начальном уровне, я к этому нормально смеюсь. Но когда они делятся уже на высоком уровне, это может похвала. Если даже не только наши между странами, а когда они встречаются за рубежом, казах с казахом, за титул, это будет вообще грандиозно. Уровень казахского ММИ вырос. Можно сказать, в мире он вырос. Такой шаг проделал, что казах с казахом бьются за поезд какой-то организации. Это похвально. Мы недавно видели бой Джумана Домобекова, который пытался впервые защитить титул Лиги NFC. Этого у него не получилось против, опять же таки, киргизского бойца. Мог бы он немножко в двух словах разобрать этот бой? Твое мнение? Самоуверенность. Да, рассмотрел, переживал. Джуман мой брат. Очень сильно переживал. Самоуверенность погубила. Мог бы его и в стойке, и в борьбе перебить Джуман. Переиграть, как захотел. Но это ММА. Ничего не предсказуемо. Один удар и шел из ход боя. Так, думаю, Джуман ментально, и физически, и морально был переломить ход боя, если бы он чуть больше проделался бы. Не показалось ли тебе, что соперник его казалось крупнее визуально? Да, как и всегда, киргизские бойцы умеют хорошо весь гонять, сбрасывать, и хорошо восстанавливаться. Это основной в ММА, в профессиональном спорте. Да, он показался более крупный, он, можно сказать, даже полулегкий, даже легкий вес, на его телосложение посмотреть. Очень бы крупный, габаритный. В ММА соперников не выбирают, тем более, если ты чемпион. Но могло ли это повлиять вообще на исход боя? На исход боя, ну, мог бы даже своим, крыльский боец, мог бы своим весом устать. В последних раундах, может быть, это бы пошло ему в минус, я так думаю. Потому что физически держать свой вес и драться 5 рандов по 5 минут, это очень тяжело. Думаю, в конце, если бы бой пройдился 5 рандов, Джуман забрал бы все концовку по-любому. То есть, подустал бы, да? Подустал, да. Два крайних вопроса. Один из вопросов, мы сейчас выбираем промоушн на Альшпрайт. Помимо промоушн на Альшпрайт, три очень крутых промоушн, которые тебе нравятся, как развиваются, как подбирают карты, организации, свет, звук, все, что вы делаете. Альшпрайт мы выбираем, а Альшпрайт номер 1, если все знают. Номер 1, да. Так, если Ульвин СНГ, это будет СССР, подбор бойцов, конкуренция очень мощная, организация. Даже отношения к бойцам, там говорят, другое, я сам там не был, но пацаны были наши с командой даже. Отношения к бойцам совсем другое. Ну, естественно, ПФЛ сейчас, в данный момент, очень хорошо развивается. Там за сезон можно так, если ты хороший серий, можно там выйти с миллионером в конце года. За 3-4 боя ты миллионер уже. И, естественно, UFC, это высшая лига, можно так сказать. Все бойцы об этом мечтают, туда попасть, выступить, выигрывать, поднимать свой родной флаг, быть гордостью своей страны. Топ-3 промоушена для меня. По градации, 2 UFC, PFL. Да, AC, PFL, UFC будет, да. 3-2-1. Не-не-не, 3-2-3-2-1, да. На вес не заверла. Все, понял. Ну, и крайний вопрос, Аска. Мы часто просим православных бойцов, а мы считаем тебя уже православным бойцом на уровне Казахстана, СНГ. Поэтому мы всегда просим опытных бойцов, православных бойцов сделать какие-то пожелания, обращения к молодежи, которые сейчас на перепуте, которые не знают, чем заниматься. Если не сложно, прямо на камеру поработать. Самое главное, верить в свою мечту, верить в свои цели, достигать их, никогда не вставать, хоть кто бы не отговаривал. Верить в себя, самое главное. И на каком пути ты там не споткнутся бы, надо по-любому вставать и бежать в сторону своей мечты, добиваться. Несмотря на возраст, на свои цели, надо явно смотреть. Всех благ, всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok